Хай ребята, всем привет! Очередной день мото-будни, народ! Сегодня 1 марта, всех с праздником! Сегодня, ребята, в этом видео я буду разбирать задний маятник мотоцикла Honda CBR 1000 RR Но там ничего такого особенного нету И подвеска обычная, вся на Спартак, практически все одинаковые Но в Honda CBR 1000 RR славится хорошей управляемость и развесовкой 50 на 50 То есть вы на мотоцикл садитесь, и если поставить мотоцикл на весы И по осям у вас развесовка будет 50 на 50 Это вот такой показатель Не каждая Спартуха отличится таким показателем, пацаны Я его немножко здесь тряпочкой протер, чуть-чуть Чтобы вам было видно Так, ребят, начнем с того Вот она, подвеска, прогрессия И крепление этой прогрессии всего лишь одно Вот эта вот часть крепится к раме А это маятник, как у любого мотоцикла Ось маятника Вот эта вот часть просто к раме И все, никаких лишних элементов нет Все лишние элементы Все вот эти вот составные элементы Они в самом маятнике И это очень огромный плюс Очень большой плюс Так что хондовцы молодцы, что придумали Такую вот систему Вся подвеска на подшипниках На игольчатых Игольчатые, роликовые Как хотите, так и называйте Здесь у нас втулочка Здесь игольчатый подшипник Один идет сальничек Ну здесь все нормально Там вообще никакой ржавчины Ничего нету Но все равно надо будет все промыть Смазать С этой стороны С этой стороны тоже Сальничек И уже сама, видать Как бы ее вытащить бы, блин Не, ребят, не буду здесь ничего кромсать Потому что она выбивается с той стороны Она просто сидит здесь очень Ну почему она крутится Все сидит очень плотно Здесь тоже идет игольчатый подшипник Идет проставочка Или что там такое Или там два Нет, здесь идут два подшипника Здесь идет шариковый И идет игольчатый Я все промою Посмотрю состояние Но вообще никакого люфта Не наблюдается, ребят Смотрите В общем, ребят Можно сказать С подшипниками и маятником Мне очень повезло То, что они В хорошем состоянии И сальники здесь тоже В хорошем состоянии Но, ребята Единственное, что неудобно Это снять цепь Можно только Если ее расклепать И все Так, давайте, ребята Открутим Верхнюю часть амортизатора Я, вот здесь, маленько Крепление чуть-чуть ослабил Верхнюю часть амортизатора Там пружина уперлась Так, ребята Сейчас Для того, чтобы нам снять амортизатор Нужно открутить верхнюю опору И нижнюю опору Это вот здесь, вот шестигранник Амортизатор Да, болты маленько подзакислены Но это вообще ни о чем Ни о чем У меня в жизни Бывал болты еще В более худшем состоянии Так, и, ребята, все Смотрите, все как удобно Как очень просто Вообще разобрать Подвеску Выкручиваем один болт Нижний и верхний И у нас все снимается на ура И вот она вся наша прогрессия Вот, ребята, что остается у нас на маятнике Все Больше у нас здесь ничего не остается Я считаю, это очень удобно обслуживать Вы, например, почувствовали в маятнике люфт Или еще что-то И вам нужно заменить То есть Или просто поменять амортизатор На более жесткий Или как бы, я не знаю Ну, что-то Обслужить Или и так далее Поменять игольчатые подшипники В прогрессии Очень просто Крепление сверху Крепление снизу И он у вас в руках Ну, и, конечно, от рамы открутить Но можно и не откручивать Можно открутить от амортизатора Все, ребята Вот такой вот маятник Блин, конечно, неудобно С цепочкой В общем, мы с этим разобрались Так, ребята Что я думаю? Я еще думаю покрасить маятник Освежить его внешний вид Естественно Его нужно будет зачистить Наждачной бумагой Все вот эти царапины убрать И, если покрасить маятник В черный цвет Черный цвет Вы вот даже Тупо при установке Вы его обшоркаете Весь цепь Потому что Цепь расклепывать Тоже не вариант Чисто из-за установки маятника Ну, цепь придется как бы Обмотать его Обмотать ее тряпкой Или еще чем Либо Или засунуть в какую-нибудь гофру В общем, придется Постараться, чтобы не поцарапать После покраски И черный цвет Тем самым У вас будет постоянно Здесь будет все в смазке На черном свете Постоянно видно Малейшую пыль У вас он постоянно Будет в грязи Так что черный цвет Подавит Мой вариант Скорее всего Будет покраска маятника Это вот в такой же алюминий И убрать все вот эти Дефекты, царапины Только так В общем, вот такая вот, ребят История здесь В стандартной Маркировочке Хонда Здесь больше ничего нету Подшипники у меня здесь Идеальные Ну, я еще промою Посмотрю Люфт без маски Так, ребята Теперь у нас Сама прогрессия Сам амортизатор Так, верхняя часть У нас здесь Что мы здесь имеем Сейчас я посмотрю Так, вот он Болт Вот этот родной Здесь у нас На шарнире Похоже Да, здесь у нас Устроено на шарнире Также сальники Идут На шарнире Она, по-моему, не выбивается Что-то у меня не получается Выбить Попробуем Медным молоточком Чуть-чуть Нет, ребята Верхняя Она у нас Шарнир Шарнирного типа Двигается Но Не выходит Ну, в принципе Она у меня в хорошем состоянии Очень тугая То есть Не падает Промыть Смазать И все Так Болт Сразу Чтобы не потерять Потом нижние Соединения Здесь также идет Просто тупо Болт Обычный И гаечка Гаечка идет Короче Без контрагайки Там уже все устроено В нее Но можно чуть-чуть посадить На каплю фиксатор Резьбы Не помешает Так, ребят Амортизатор Что мы имеем? Мы имеем Регулировку номер один Регулировку номер два И регулировку номер три Это Преднатяг Пружины Далее Ребята Прогрессия 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 Вот Крепление Амортизатор Здесь вот Крепится Амортизатор Давайте посмотрим Какое здесь Соединение Итак, ребят В этом соединении У нас Идет Палец Вот такой вот И Установлено Два Игольчатых Подшипника С сальниками Смотрите Сами На заднем фоне Петухи Орут, ребят Ну, сами понимаете Как говорится Свое мясо Никогда не повредит В общем Что Давайте посмотрим Еще одно Соединение В общем С этим В общем Понятно Здесь Идут Игольчатые Подшипники Значит Их Следователем Можно поменять А вот Что вот Здесь идет Я так При сборечке Установлю Дополнительные Резиновые Колечки Я это Не оставлю Просто так Дополнительное Уплотнение Не повредит Так Идемте И дальше Здесь болт Вообще Окисленный В ржавчине Так Ребята Здесь у нас Также идет Два Вот этих Вот Пыльника Сальника Или как они Скорее всего Это какие-то Пыльники Они Также Дубовые Я Скорее всего Заместо них Поставлю Резиновые Колечки Везде Так И здесь У нас Идет Также Палец Также Палец С прорезью Под смазку Если здесь Сделать Толотицу Это будет Очень хорошо Можно будет Смазывать Но в принципе Здесь Добраться Вообще Обслужить Весь узел Не такая Проблема Здесь Можно будет Сделать Элементарно Здесь Идет Два Подшипника Игольчатых Они У меня Никаких Люфтов Но я Еще Люфт Проверю Когда все Промою Проверю Люфт Смотрим Ребят Два Два Игольчатых Подшипника И Палец Если здесь Сделать Толотницу Можно будет Шприцевать Ее Но Это Я подумаю Может Может Стану Делать Может И Не Стану Это Все Так Не Турист Мотоцик Чисто Спорт В общем Здесь Все Элементарно Просто И Доступно Так Ребят Крепление К Май К Раме К Здесь Идет Такой Шестигранник Длинный Смотрите Здесь Вот Такой Длиннейший Шестигранник Идет И Вот Этой Частью Он Закручивается В раму И Там Тоже Фиксируется На Заднем Фоне У меня Рама Там Он Тоже Фиксируется Ой В раму Заходит В Май Не в раму Блять В раму Заходит Так Убираем Это Все В сторону И Смотрим Здесь У нас Ребята Тоже Идет Палец Вот Такой Палец Идет И В Принципе Также Два Подшипника Идут Игольчатых С Одной С Одной С Со Второй Вот Он Палец Ребята Здесь Конечно Есть Надпись Вот Это Мэй Что Она Значит Я Так И Не Знаю Что Она Значит Но Вверх Вниз Я Думаю Не Вообще Блин Никакой Разницы Потому Что Она Абсолютно Одинаковая Но Все Равно Нужно Собрать Так Как Разобрали Вот Она Вот Эта Вот Надпись Или Это Просто Маркировка Или Она Что Это Значит Ребят Кто Знает Напишите В Комментарии Ну Ребята Я Постараюсь Сделать Так Чтобы Собрать Все Как Было Без Всяких Заморочек Сейчас Эти Болты Я Их Почистю Хорошенько Отполирую Почистю Смажем При установке И Вот Эти Все Подшипники Игольчатые Я промою И Забидаю Хорошей Смазкой Ребят Вот Такая Смазка Есть У У меня Градус 350 Стоит Порядка 400 Рублей Здесь Вообще Это Практически Нет Ничего Но В принципе На мой Ребята Не пожалейте Хорошей Смазкой Для подшипников Не пожалейте Оно Того Как бы Стоит Чем Мазать Графит Или Солидолом Древним Или Литолом Или Еще Чем Нибудь Таким Вообще Древним Так что Ребята Хорошей Смазкой Не Жалейте Денег На Этому В общем Ребят Вот Такая Разборочка Задней Подвески Заднего Маятника В общем Вот так Все Устроено Я думаю Что Всем Все Понятно И Все Очень Доступно И Что Самое Важное Мне Нравится То Что Все Доступно Разборки Доступно Сборки Все Очень Сделано Просто И Не Заморочено Вообще То Есть Конструкторы Хонды Они Молодцы В этом Плане У них Все Просто Как Дважды Два Так Что Ребята Вот Так Кому Ребят Понравился Этот Видосик Ставьте Пальцы Верх И Подписывайтесь На Канал Скоро Почти Уже Откроем Мото Сезон Еще Остается Месяц До 1 Апреля У У меня Цель Собрать У У У У У У У У У Продолжение следует... Так, ну и вот, ребята, пальчики отполированы. Вот так вот блестят, все шероховатости убраны. Так, ну и вот, ребята, в общем, задняя подвеска у нас в кадре, что мы видим, снизу роликовые подшипники. Сверху у нас тоже роликовый подшипник, но он разборного типа. Вот середина, вот здесь вот, и здесь по бокам идут вот такие вот прижимные, если их как-то назвать, втулки. Все это дело вот так вот собирается, и плюс вот эти вот сальнички ставятся выпуклой стороной. Вот как вот сейчас видим, они им все, им хана. Вот так вот все это одевается с двух сторон. Вот. И иголочки идут. У них должно быть 27 штук. Эти сальники у меня в отличном состоянии. Единственное, вот здесь вот не хватает одной резиночки, но я их все равно буду менять и куплю другие. Пальцы отполированные. Вот, ребята, короче, как-то так вот. Здесь два подшипника и здесь два. Но вот этот, мне кажется, он подуставший. А здесь вот, здесь идет как бы шаровая какая-то. Я даже не буду разбирать. Она здесь тугая. Здесь я просто добавлю резиночку. И все сверху. Там место есть. В общем, ребятки, вот такая вот подвеска. Сегодня такое вот видео. На все про все я потратил два часа работы, чтобы вот это вот все отмыть и понять, что к чему, что и почему. Вот, ребят, кому интересно маркировка амортизатора. Кто любит переводить, можете перевести. Короче, амортизатор сам еще так чуть-чуть не отмыл. Маленько грязноватый. Но это все займусь. При установке буду все капитально смазывать. Так, ребята, принес бензинчика. Хочу промыть подшипники в маятнике. Для этого что нам надо? Открыть бензин. Налить его сюда вот, в баночку. Бензинчик уходит, ребята, много на промывку. Бензин прилично уходит. Наверное, если по затратам бензина, наверное, уйдет литр в пять. Ну, по крайней мере, уже я потратил две, короче, две полторашки. Вот эта третья сегодня налил. Я имею в виду на все, на весь мотоцикл. Далее, что? Сальничек очень плотненький, что меня не может не радовать. Втулки, ну, смазанная. Я не знаю, заводская, не заводская смазка. Но она, по крайней мере, здесь есть. Втулки будут отполированные. Естественно. Так, ребят, давайте посмотрим, одинаковые они по длине или нет. Это у нас с левой стороны. Мыть я буду зубной щеткой. Самое нормальное такое решение. Справа, ребята, у нас... Ещё ещё хрен вытащишь. Да. В общем, ребята, вы не перепутаете, однозначно. Я же буду мыть в перчатках. Просто, ребят, снимаю сейчас, чтобы вам показать. Ни хера себе, какая она, как там сидит жёстко. Ну, сейчас, ребят, перчатки одену. Они резиновые. Они резиновые. Бля. Ни хера себе. Вот это всё плотненько, конечно. Здесь мы видим. Втулка тоже в отличном состоянии. Даже имеется смазка. Вообще, что, ребята, смотрите. Вот маятник. Справа у нас втулка обычная. Просто вот такая продольная. А слева у нас втулка идёт вот такая вот. Но ошибиться невозможно. Наверное. Нет, ребятки, у нас сюда что-то не хочется ходить. В общем, короче, ребят, как-то так вот. Здесь, справа, вот такая втулочка. Слева, вот такая втулочка. Всё, ребят, вы не ошибётесь. Ну, и что могу сказать здесь, подшипники. Вот в таком состоянии. Главное, что, ребята, что очень хорошо, это в маятнике у меня вообще небо люфта. Вообще. То есть, вообще, мне прям, можно сказать, прям фортануло. И, ребятушки, сейчас я буду вот так вот мыть, всё промывать бензинчиком. Сальники снимать я менять не буду. Я вот всё помою и вам сводку их. Ну, если вдруг кому-то понадобится размера, кто-то будет заказывать для себя или покупать в автомагазине. В общем, всё, ребятки, вот, мотобудни продолжается. В общем, что, ребят. После того, как я промыл подшипник, после того, как здесь не осталось смазки, у меня начали выпадать иголочки. Вот они. Вот иголочки. То есть, подшипник такой вот сборный с иголочками. Так что, учтите. Но вы их не перепутаете, потому что с левой стороны они длинные, а с правой стороны они короткие. И я не знаю, там сепаратор есть или нет, но сейчас мы это посмотрим. А так, здесь ещё есть распорная втулочка. Но она у меня что-то не вытаскивается. Может, я сейчас переверну, она выпадет. Вот, ребят, втулочки. Смотрите, какая разница. Вот слева отполированная. Вот слева. А справа не отполированная. Видим разницу, да? Что отполированная, вот она. Как блестит. Конечно, подшипник на такой поверхности будет работать очень долго. А вот подшипник на такой поверхности работать будет не очень долго. А вот на отполированной, в зеркальце, ему будет приятно работать. Вот, ребят, вот такая разница. Вот что творит вот этот чудо-круг. Чудо-круг и чудо-пастагой. Вот, ребят, такая вот вещь. Вот она, ребят, вторая втулочка. Вот так вот она блестит. Здесь вот, ближе вот к этой части поверхность подсальник. Мы могли увидеть, какая она была до этого. Теперь вот она вот в таком состоянии, ребята. Я, как и сказал, я ни средств, ни денег, ни времени не жалею на этот мотоцикл. Будет у меня просто бомба. Так, ребята, что у нас с маятником? Сейчас скажу вам размеры сальника. 32, 45 на 5. 32, 45 на 5. Вы это видите. Здесь, с правой стороны, по отношению мотоцикла, сзади, с правой ручки газа, это вот у нас правая часть маятника. Здесь у нас идет сальник, потом идет подшипник игольчатый, и идет подшипник шариковый, однорядный. Можно определить даже по заклепкам, что он японский. У японского подшипника заклепки, они не такие вот плоские, они чуть вот под конус идут, и овальные, закругленные. В общем, ребят, мне фортануло подшипники, у меня в идеале. Этот подшипник у меня вообще без люфта. Даже на промытую, без смазки, они вообще без люфта. Сальники, что слева, что справа, одинаковые. Так что учтите этот факт, ребят. Там идет распорная втулка, но она не вытащится, если не вытащить сальник. Сальник вытаскивать с левой стороны я не собираюсь, потому что, ребята, они сальники у меня хорошие, и тем самым у меня здесь все промыто. Я сюда закидаю хорошие смазочки, смажу, и все это скотчем аккуратненько заклею и подготовлю к покраске. Вот здесь, мы видим, лежат иголочки от подшипника. Я сейчас их промою, и буду собирать в левую сторону маятника уже на хорошей смазке. Так, ну и вот, народ, в общем, этот подшипник смазанный, установленный, втулочка установлена, вернее, смазанная. Здесь мы аккуратненько заклеиваем малярным скотчем, обрезаем его вокруг, чтобы было все аккуратно, и тем самым здесь все защищено от пыли и грязи. Все, ребята, теперь эту же самую операцию проделаем и с другой стороной. Итак, ребят, маленькая тонкость при сборке подшипника с левой стороны. В общем, выпариваем остаток бензиностроительным феном, так как нам бензин там вообще не нужен. Далее, смазываем внешнюю обойму, так как подшипник у нас без сепаратора, с правой стороны у нас с сепаратором, он не разборный, а здесь он разборный. Смазали внешнюю обойму, потом промыли вот эти вот иголочки, и, в общем, как по традиции, смазываем, и вот сюда их как бы приклеиваем. А роль внутренней обоймы уже играет наша отполированная втулка. И собираем все в обратном порядке. Сальник здесь вот такой вот покажу вам. Так, ребята, смотрим. Размеры сальника с левой стороны маятника. 32, 42, 6. Первый СД, 32, 42, 6. А с правой стороны, ребята, вы видели. Ну и, ребят, чисто по фану можно еще отполировать каждую иголочку подшипника при сборке. Ну, это кто любит заморачиваться. В общем, вот так вот, ребят. вот такой вот подшипник. Ну и все, ребята. В общем, вот такие вот мотобудни. Они пролетают очень быстро, как я повторяюсь вообще. Время летит. Уже скоро апрель. Ой, верни. Да, уже верни, скоро. Я уже путаюсь, блин, в месяцах, в числах. Ну, кто так занимается, меня, наверное, понимает. Вот, ребята, еще немного времени, и наступит сезон. Сезон я планирую открыть 1 апреля уже на этом мотоцикле. Ну, вообще, ребятки, вот как-то так вот, кто вместе, ну, со мной, кто переживает за этот мотоцикл, за хондочку, ребята, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Всем счастливо.